Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару Елена Миченко в студии. В эфире новости Центральной Азии. И сегодня в выпуске мы расскажем. В Таджикистане произошло очередное землетрясение. Газовые заправки в Узбекистане постепенно переводятся на нормальный режим работы. Активистки в Алматы вышли на одиночные пикеты за право провести женский марш 8 марта. В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Толчки ощущались около 6 утра 23 февраля в Душанбе и других регионах страны, а также в Китае, Афганистане, Пакистане, Кыргызстане и Узбекистане. Как пишет Озоди, по данным Американского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от местности Аличур в Мургабском районе, расположенном на востоке Таджикистана. Информационное агентство Reuters со ссылкой на китайские телевизионные госканалы сообщает о магнитуде этого землетрясения в 7,2 балла. До настоящего времени какой-либо информации об ущербе, нанесенном этим землетрясением, не поступало. Эпицентр землетрясения находится в том же регионе, что и Саревское озеро, которое образовалось в 1911 году впоследствии сильнейшего землетрясения и исхода оползня, перегородившего реку Мургаб. Газовые заправки в Узбекистане постепенно переводятся на нормальный режим работы. При этом более 200 из них закрыты не из-за отсутствия газа, а из-за долгов. Как пишет подробно ОУЗ, в Минэнерго Узбекистана отметили, что районы Ферганской долины расположены в конечной точке магистрального газопровода, и там все заправки работают пока 9-10 часов в сутки. Напомним, что с 10 января в Узбекистане закрыли все газовые заправки из-за дефицита природного газа. После этого владельцы заправок стали массово продавать свой бизнес. В Туркменистане жители должны платить за ремонт дорог. В селах Гызыл-Йол и Тазеусул для бабского вилаята началось строительство новых и ремонт старых дорог. Об этом сообщают корреспонденты хроники Туркменистана. Частично ремонт дорог обязали профинансировать местных жителей. Семей, которые проживают на улицах, где ведутся работы, собирают по 75 монатов. Для сельских жителей это довольно большая сумма. Кроме того, они также должны по очереди готовить обеды для строителей. Организации работ недовольны и задействованные рабочие. По их словам, с августа прошлого года им перестали выплачивать надбавки за полевые работы. Хаким Киркинского этрапа Лебабского вилаята пообещал завершить ремонт и прокладку дорог к празднованию Навруза, то есть в 20-х числах марта. Работы проводит региональное подразделение Госагентства по управлению дорожным строительством. Активистки в Алматы вышли на одиночные пикеты за право провести женский марш 8 марта. Жамиля Касымхан и Молдир Жумабаева вышли с требованием к властям города разрешить женский марш, запланированный на 8 марта. Как пишет и Радио Свобода, по словам Жамиля Касымхан, Акимат уже трижды отказал в проведении марша, который важен, чтобы донести неуслышанный голос каждой женщины. Они хотели собрать 8 марта в сквере у Алиханова тысячу человек. Однако Акимат отказал, сославшись на то, что в этот день указанные места занял Общественный фонд Лига волонтеров, являющийся получателем госзаказов от Акимата. Сегодня за акцией протеста наблюдали представители Акимата, а также прохожие. Кроме того, недалеко от участниц акции стояли две девушки, и они сказали, что пришли поддержать пикетчиц. Феминистки заявили, что продолжат добиваться согласования Акиматом марша 8 марта. В этом году темой женского марша обозначена за телесную автономию против сексуализированного насилия. Авторы акции протеста заявляют, что факты насилия над многими женщинами в Казахстане остаются безнаказанными. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои мнения в комментариях. А мы с вами встретимся завтра на канале Аздару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин